Доброе утро! Доброе утро, друзья! Сегодня 8 июля. Суббота. Мы с вами по-прежнему в Норильске. Достаточно неделя быстро пролетела. Опять паспорно. Опять передают дождь. Немножко прохладно и немножко ветрено. В принципе, как обычно для Норильска, спешу на работу. Сегодня хотел бы поделиться несколькими моментами. Первый вчера вечером узнал о том, что на моей родине, в городе Сенгелея, так сказать, в районном центре, осуществилась еще одна из моих таких вот неординарных людей. Это устройство в городе Сенгелея в мечети. Мы в свое время, когда я и работал, и когда находился и сам работал в Сенгелея, общались с духовной общественностью и активными активистами, выбирали место, где необходимо Сенгелея возможно построить мечеть. И как бы в моих мыслях и в планах мечеть должна стать тоже одним из мест, не только паломничества для верующих, но и для некой туристической такой меккой, чтобы на берегу Волги были видны для проплывающих туристов не только красивая церковь возле берега Волги, но и мечеть. В конечном итоге, судя по месту, выделенному для этих целей, это все оказалось, к сожалению, в другом месте, на разделении двух производственных площадей, энергетиков. Там еще какие-то подсобные помещения были, вот на этом пустыре, до которого пока нет ни хороших дорог, ничего. Там определили построить очень такую воздушную, белокаменную, может быть, небольшую, но мечеть. Может быть, вы со мной согласитесь, что этот проект, с одной стороны, очень такой красивый, южный, воздушный, а с другой стороны, там, где его проектируют, к сожалению, ему там не место. Ну, так решили, как обычно. Специалистов было мало, и с населением работать власть плохо. Ну, как работают, так и сделали. Надеюсь, этот архитектурный ансамбль как-то впишется в город Сенгилей. Ну, главное, что верующим дали маленький плачок. Вот, знаю несколько населенных пунктов в Ульяновской области, где мечетей в одном только населенном пункте до 7 штук доходит. Поэтому, может быть, кто-то когда-то сделает все-таки мечеть там, вблизи Волги, на каком-нибудь возвышенности, или как бы он стал именно центром притяжения культурного такого наследия Сенгилея. Фотику проекта выложу, вчера прислали. Это как бы один момент. Вторым моментом, который я хочу поделиться, даже не поделиться, а, наверное, как любой отец, похвалить и немножко с хорошей точки зрения горжусь успехами своих сыновей. Вот, вчера получил информацию. В общем, дело так вкратце расскажу. Много займу времени, но расскажу. Мой младший сын Леонардо два или три года назад стал заниматься программированием. На современных языках программирование, которое используется на сайтах, в каких-то математических, участвовал в олимпиадах. И в рамках вот своей деятельности, именно любознательности, может быть, где-то вот такой вот, как я, наверное, в поиске первопричин, он обнаружил, что ему школьные программы математики недостаточно для того, чтобы он поставленные свои задачи и возможности мог реализовать более эффективно. Вот. И поэтому он попросил супругу, маму дать ему возможность обратиться к источникам более сложной математики. То есть математики других зависимостей, других уравнений, дифференцирования и многое другое. И они с мамой заключили некое пари, что он в течение полутора месяцев, может быть, даже двух месяцев, он проведет самостоятельное изучение определенных математических закономерностей, связей, уравнений. Ну, короче, проще сказать, друзья, он закончил 8 класс и вчера он сдал профильную математику, то есть это не базовый уровень, он сдал профильную математику за 11 класс с почти 67 или 8 баллами. Тем самым ну, сдал даже лучше некоторых 11-ти классников. Вот такой вот успех. Я знаю, что если сынок посмотрит это видео, я вам скажу, что он очень молодец и я готов, если ему это нравится, поощрять его максимально. Не только духовно, но и материально для того, чтобы он своей задачей, которую он ставит в жизни, таким примером достигал. То есть неважно, сколько тебе лет, неважно, что ты делаешь, школьная программа это просто школьная программа. То есть в 8 классе можно изучить и 11-й и даже первый курс высшей математики, если есть необходимость, самое главное, применение своих знаний, умений на практике. И у него это хорошо получается. Надеюсь, он не расслабится и уже в 9 классе наберет на пробном экзамене за 11-й класс не такой результат будет, а 100 баллов будет. Может, даже и выше. Надеюсь, конечно. Вот. На такой вот день. У нас столько информации интересной. всем хорошего дня. Ставьте лайки. Надеюсь, успехи моего сына вас тоже порадуют. Порадовали, как и меня. Всем хорошего дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!